Друзья, всем привет! Сёрферы-бездельники, боевые девианты, медоеды, все, кто нас любит, смотрит, уважает, не уважает, тоже смотрят, такие тоже есть. Короче говоря, всем привет, пятница 13, у нас традиционный эфир, Датюк слился. Позорный. Позорный, как бы сказал, что я слишком часто появляюсь в эфирах. Ну, такая самоцензура у философа. Но, тем не менее, Алексей Арестович, Анатолий Амелин и Юрий Чудновский сегодня собрались, и мы в этой чудной кампании поговорим во второй части нашей беседы о будущем городу. Я ничего не понимаю в городах, но хорошо понимаю в тортах. Да. Я готов. Поэтому Юрий Чудновский урбанист. В прошлый раз нам говорили, что у вас много философов, но не хватает урбанистов. А Юрий Чудновский как раз относится к этому классу людей, очень хорошо в этой теме разбирается. И, к счастью, сегодня сможет с нами выйти, потому что в прошлый раз он сорвался с эфира в последний момент. Но это всего лишь повод для того, чтобы сделать еще один эфир в другом качестве, другим человеком. Поэтому лайкайте наш эфир, не забывайте, что лайки продвигают вашу карму. А хорошая карма никогда не помешает, особенно в условиях войны. Включайте Чудновского. Добрый вечер. Добрый вечер. Да. О, мы вас отлично слышим. Юрий, ну что, начнем? Да. Давайте начнем вот с чего. Потому что в прошлый раз, я не знаю, вы, наверное, видели этот эфир, который был с Дасюком. Поэтому, чтобы мы не повторялись, мы как раз сразу начнем с вас. Потому что вы, как профессионал, наверное, сможете нам лучше объяснить, что такое современный город. В каком направлении развивается урбанистика сегодня и война, которая сейчас разрушает многие украинские города, она, по сути, является не только трагедией, но и, как Ярослав Грицак в Полтаве выступал, наш историк известный, он сказал, что это и возможность. То есть, это в том числе и возможность перестроить наши города, либо построить новые, исходя из тех функций, которые нужны будут для нашей страны, либо в рамках развития нашей цивилизации человеческой, где города играют все большую и большую роль. Мы знаем там понятие чартерных городов и прочих модных концепций, которые показывают, какую роль стали играть города в современном мире. Вот ваше мнение, давайте такое вводное, в каком направлении сегодня развиваются города и, соответственно, как нам вписаться в эти тренды? Спасибо за приглашение. Постараюсь отработать отсутствие прошлый раз. А разговор про города я всегда начинаю с одной цитаты. Это цитаты из Никиты Ханиата. Эти слова были написаны в XIII веке. И звучат они так. Город это не башня и стены, а собрание благородных мужей. То есть, когда мы говорим про город, то мы в первую очередь говорим о людях. Город это люди и отношения между людьми. И это первая базовая установка, которая очень часто теряется за домами, дорогами, энергоснабжением и всем остальным. Город это отношения людей. Это люди, собравшиеся в этом месте, чтобы жить вместе. Почему-то. По каким-то причинам. Причины эти могут быть очень разными. Вместе защищаться. Вместе молиться Богу. Вместе зарабатывать деньги. Вот это является основой любого города. И с этой точки зрения стоит обсуждать города, как вот такие человеческие сообщества. И то, что в них происходит, это происходит между людьми в первую очередь. А потом уже отражается на башнях, стенах, дорогах, канализации и всем остальном. И вот эту точку зрения урбанистика пока еще плохо освоила. Вот уже скоро 800 лет, а урбанистика пока с этим плохо работает. Ну, не то чтобы плохо, но в разных местах по-разному. И если говорить сейчас о урбанистических тенденциях, то речь может идти о глобальной урбанистической гонке, которая сейчас развернулась. Города стали площадками экспериментов и состязаний. Ну, все наверняка слышали про НИОМ. Все слышали про китайские агломерации. Это нашумевшие и много раз уже проеханные темы. Про индийские городовые города. Дело в том, что старые города – это устоявшиеся общественные связи и устойчивые технологические решения. Что-нибудь изменить в существующем городе очень сложно. В то время как новые города могут быть полигонами отработки новых человеческих отношений и, соответственно, иного обустройства этих человеческих отношений. Включая и экологические отношения, то есть отношения с природой, и отношения с деньгами, и отношения к самой городской инфраструктуре. Вот эти вот отношения, они опробируются сейчас, ну, не сейчас, этому движению уже лет, ну, скажем, с 80-70-х годов, уже там лет 50. 50 лет идет гонка по отработке новых технологических решений. Ну, новых человеческих отношений и обеспечивающих технологических решений. В этом смысле да, то, что та трагедия, которая разворачивается сейчас в Украине в отношении городов, задает и некоторые вопросы, решения которых могут быть преодолением нашего довоенного урбанистического кризиса. И да, сейчас придется искать ответы на многие вопросы, до которых руки не доходили в мирной жизни. Причем эти ответы не могут быть одними для всех. Для всех городов, для всех поселков, населенных пунктов. А я бы предпочел говорить про урбанизированные территории, а не о городах, поселках и селах, как записано в нашей Конституции. Понятно, что судьба Мариуполя, то, что происходило с Харьковом, то та ситуация, которая сложилась во Львове, не могут быть решены одним, даже самым лучшим решением. Это города разной судьбы, и решения должны быть разные. Мы только-только начали порывать с советским прошлым городов. Когда я учился, нам в курсе градостроительства говорили, что город является базовым территориально-пространственным элементом единой народно-хозяйственной системы. А, нет, единого народно-хозяйственного комплекса. Тогда так говорилось. То есть город не мыслился, как нечто самоценное, имеющее собственный смысл. Смысл городов был в обеспечении работы единого народно-хозяйственного комплекса. И так же, как единый народно-хозяйственный комплекс, планировался из центра. Ну, по крайней мере, согласовывались все генпланы, принимались, окончательно принимались в Москве. При этом есть еще один аспект. Вот вы в прошлой программе уже упоминали Харьков. И Харьковскую группу, которая начала, взяла на себя труд подумать о будущем города. Это большое окаянство, когда никто не поручает, но жители города начинают думать о его будущем. Это очень сильная группа, но она столкнулась с тем, что у города изменились его стратегические позиции. И теперь этой группе предстоит понять, есть ли будущее у Харькова в новой изменившейся его стратегической карте. Если есть, то какое. И при этом удерживать еще и необходимость быстрых, точных, локальных решений. Люди возвращаются в Харьков, дома разрушены, жить негде, надо что-то, принимать какие-то решения по поводу старого жилья, строить новое, где, как, на каких основаниях, как прокладывать дороги, в какую идеологию и чем будет Харьков в послевоенном мире. Сейчас эта работа прошла первый этап, но здесь возникают большие вопросы, связанные с тем, что может ли город определять свою судьбу, если страна свою судьбу не определила и не нарисовала ее. Здесь маленький исторический экскурс придется сделать. В Российской империи в седьмом и восьмом году возникла так называемая КЕПС, Комиссия по естественным производительным силам. Ее возглавлял Вернадский. Эта комиссия заложила идеологию индустриализации на пространстве Российской империи. Позднее эта идеология была реализована в программе индустриализации, а потом в генеральной схеме расселения для всей территории Советского Союза, ну и дальше России. 91-й год Украина, как и другие постсоветские республики становится независимой, отрезается административными государственными границами от России, но остается в этой самой, в той же самой единой схеме расселения. Все потоки связи, расположение дорог, энергосистема, индустриальный комплекс, все остается на тех же местах и даже не переосмысливается в связи с новой ситуацией. в начале февраля 21-го года Верховная Рада Украина приняла в первом чтении закон, в соответствии с которым должна была быть разработана новая генеральная схема планирования территории Украины. Второго чтения не было, схема не разработана, хотя понятно было, что вот за время существования независимой Украины эти вопросы должны были быть поставлены и решены. Это было за год до войны, но картина была уже ясна. В идеологии индустриализации, в идеологии единого народно-хозяйственного комплекса Советского Союза Украина уже жить не могла и не должна была жить. И теперь встает вопрос, а какая у нас должна быть теперь новая модель пространственного развития? Куда движется страна и как она будет развиваться? Ну столько лет уже разговоры идут про Балто-Черноморский коридор. Мы его как-то собираемся вообще провисовывать. Мы собираемся выстраивать более тесные связи с Европой. Потому что транспортные коридоры это вещь хорошая, но недостаточная. И вот теперь если город сам задумался о своей судьбе, ему с чем сопоставлять свои размышления о будущем. А это только разговор например о Харькове. А вопрос о Мариуполе его нужно восстанавливать или нужно строить заново. А если строить заново, то с какими на каких энергетических технологиях, на каких тепловых технологиях, ну и так далее. Я думаю, что для начала разговора это сейчас достаточно, а я потом еще включусь. Спасибо Юрию Чудновскому. Я напомню, что Юрий Чудновский и те, кто первый раз видит, это урбанист, философ, наверное, потому что то, что не делают с Датюку. Визионер. Визионер, да, то, что не делают с Датюком, с Бебешкой, это заслуживает большого уважения. И в продолжении тех мыслей, которые он забросил, давай разовьем то, что мы услышали. Потому что на самом же деле, Мариуполь, допустим, это же правильная постановка вопроса, стоит ли отстраивать Мариуполь в новых условиях. Потому что очевидно, что Мариуполь существовал вокруг комбинатов Ахметова. Азовстоль разрушен. Завод Ильича разрушен. И будет ли восстанавливать Ахметов в эти можно проявления шаг назад. Я как рожденный на востоке Украины, в Донецке. И когда изучал историю своего города, он мог понять, какой-то вытянутый, растянутый, неправильной формы. Хотя центр очень правильный. Центр, как в Нью-Йорке, это квадратные, такие перпендикулярные кварталы. И потом я уже узнал, нам это же нигде не преподавали, не рассказывали, это была британская модель градостроительства или там планирование городов, которая строилась вокруг завода Юзовского завода. Юзовский металручий завод, который Джон Ю свое время построил. А вот если посмотреть на карту города, она такая большими различными лоскутками разбросана, это были все населенные пункты, точнее поселки построены вокруг шахт, карьеров, каких-то промышленных предприятий, которые потом в один центр объединили, и это стало городом. Кривой как он появился? Это были горнообладительные комбинаты, металлургический завод, который просто для управления объединили в одну историю. Возвращаемся к Мариуполю. Это достаточно старый город, об этом говорит название, это греческое старое название, соленый пункт, где из-за наличия моря, возможности порта, в принципе, развивалось тоже промышленное предприятие. Те же самые Азубсталь, который это упомянул, оно называлось раньше проведанс-рюс, это тоже строили в до-советские времена, бельгийцы, по-моему, и в принципе вся промышленность региона развилась таким образом. Поэтому тут важно понимать, что на тот момент времени была хаотичная застройка, которая была нацелена для обслуживания предприятий, которые, по сути, были центром прибыли. То есть их строили бояре, строили капиталисты, предприниматели, а люди, как жили, как селили, то есть они не для людей строились. Чудновский ввел хорошее городов с важной оговоркой, где живут люди, которые договаривались о том, как они живут. Так вот, люди, которые жили в наших городах, начиная Марьюполе, они не договаривались. Их там поселили, они работали в рабочих поселках и их объединили. И второй момент, который я хотел добавить, мы постоянно слышим на конференциях, публичных заявлениях в наших политиках, международных фраза восстановления, видновления. Вот мне кажется, тоже нам нужно ментально здесь менять. Нам нужно навидновливать то, то, что по сути было даже не только советское, еще досоветское, а строить новое. Приведу здесь еще такую аллегорию, не знаю, господин Чудновский примет ее или нет, но вот мы после Советского Союза получили условно хрущевку, Украину я так аллегорично называю. Это старое здание, которое имело определенные свои требования, хрущевки развивались с малой площадью квартир, чтобы расселить как можно больше людей, обеспечить жильем. Но срок эксплуатации могу ошибиться, 30 лет был. Я родился в хрущевке, поэтому в принципе для меня понятная история. Квартира трехкомнатная, с маленькими потолками, стенами и так далее. И вот мы пытаемся сегодня обсудить, как мы эту хрущевку можем модернизировать. Вот говоря о будущем Украину, многие обсуждают, давайте сделаем, проложим дорогу или тут как-то перекрасим. Но мне кажется, что вопрос урбанистики напрямую является производом переосмысления государства. Какую страну мы строим, какой будет технологический уклад, в котором будет развиваться, какие будут социально-экономические взаимоотношения, потом возвращаемся к городам. Поэтому, отвечая на вопрос, который ты задал, что делать с Мариуполем или с Харьковом, война это огромная трагедия, но это действительно возможность переосмыслить города, переосмыслить территории, где живут люди и их перестраивать или строить, отстраивать заново для людей. Возвращаясь к хрущевке, так вот нам нужно вместо хрущевки запроектировать и построить современный энергоэффективный пассивный небоскреб, условно, в котором нам всем будет комфортно, жить, взаимодействовать, иметь достаточно света, энергии и так далее. А строить старое, чтобы просто повторить? А зачем? Анатолий, я тут вмешаюсь, сколько есть одно предостережение. Я бы не хотел, чтобы здесь, на этой передаче, мы пытались решить, что делать с тем или иным городом. Еще раз, город это люди и надо создать условия при которых при которых эти люди могли бы решить свою судьбу. Не мы, а тех, кто. Я против того, чтобы закрывать историю Мариуполя отсюда, из Киева или из какой-то другой точки. Да? Жители Мариуполя могут и должны получить возможность обсуждать и принимать, вырабатывать решения в отношении своего города. Не мы, не центральная власть. Нечего будет есть и негде будет зарабатывать, уедут. Но если кто-то прикипел сердцем к этому месту и для него оно является святым, то он должен иметь возможность остаться, жить на этом месте. вот это на мой взгляд очень важно. Мы можем обсуждать разные варианты как возможности, но не как готовые решения для всех городов и всех людей. Ну естественно, мы сегодня решения не обсуждаем, допускаем дискурс. Да, я благодарен за комментарий, все верно. Люди, которые живут в Мариуполе, они должны иметь главенствующую роль в определении того, как они будут продолжать жить дальше. Смотри, тут понимаешь, не люди в Мариуполе в том числе будут определять судьбу Мариуполя, Харькова. Они должны иметь возможность участвовать. Я объясню, почему. Продолжая мысль Юрия, что, допустим, судьба Харькова или Мариуполя напрямую зависит от того, какие отношения у нас будут с Россией либо то, что будет после России. Я, например, сейчас веду такой радикальный тезис, что успех Харькова, Мариуполя напрямую зависит от успеха Юга-России. Вот если появится Юга-Россия, которая будет связующим звеном определение Юга-России. Юга-Россия это то, что, допустим, сегодня Южный федеральный округ России. То есть, это Южные области, Черноземные, Богатые, Ростов. Бывшие украинские территории. Да. Не забываем об этом. Юра, Юга-Россия это в административном смысле что? Юга-Россия это в административном смысле Южные области России, которые находятся на побережье Черного моря либо примыкают к Украине и выходят на Кавказ. Это область, район или что это? Несколько областей. А несколько областей в отношении нашей Конституции действующие это что? Они не имеют никакого отношения к нашей Конституции. Я просто говорю о том, что это внешняя среда. Соответственно, как это Юга-Россия может управляться? Она, смотрите, она не нами управляет. У меня есть гипотеза на этот счет. Да, но каждое слово, произнесенное в отношении будущего, должно иметь смысл и значение. Может быть, и Юга-Россия. Но это должно означать, что есть некоторая программа, имеющая свой статус и свое управление, которая захватывает или разворачивается на определенных территориях. Но для этого нужна программа. Ее надо понимать. Какая программа? Про что программа? Чем она обеспечена? В каком правовом поле она существует? Отлично все развернули, потому что сейчас появляется контекст, который показывает, в каких условиях может быть успешен Харьков, Мариуполь и другие, Донецк, Луганск после их освобождения. Потому что это означает, что на нашем государственном уровне у нас должна быть логика внешней политики, направленная на решение наших самых разнообразных задач, где Юга-Россия, наш сосед новый, допустим, под боком, является частью наших планов по поводу взаимодействия между Европой с Азией, с Центральной Азией и Украиной конкретно. И вот тогда для вот этих городов, для Харькова, для Мариуполя, для Донецка открываются новые возможности, связанные в том случае, если, скажем так, то, что будет Россией, будем находиться в антагонистичных отношениях, а Юга-Россия будет с нами, допустим, в хороших отношениях. То есть, понимаете, я говорю об этом. То есть, само по себе... Я хотел бы сместить немножко акцент в другую сторону. На слово программа. То есть, сколько программ может быть привязана к одному, к одной и той же точке на географической карте? Одна? Две? А столько, сколько смыслов в отношении этой точки мы можем развернуть в организацию деятельности. Поэтому Юга-Россия, не Юга-Россия, мы уже в других эфирах говорили о том, что Украине ну просто жизненно необходима программа Днепр. И в смысле оздоровления реки, и в смысле водообеспечения, и в смысле изменения энергетических подходов, и в смысле изменения территориального устройства. Но тогда мы говорим о том, что в украинской управленческой действительности должна появиться новая для Украины форма или формат программы, национальной программы или международной программы, что тоже вполне реалистично. И эта программа должна иметь свой статус, свое законное место и свое управление, взаимодействующее с органами власти. Конечно. И вот это одна из задач послевоенного устройства. Открыть возможность таким программам. программам. И эти программы могут быть очень разными. И тогда появляется новая конструкция или дополнительная конструкция к нашему административному делению. то есть мы имеем области, города, районы, села, поселки, имеющие собственные системы управления, вписанные в общую вертикаль. А теперь нам надо развернуть еще и программы, имеющие тоже собственный статус. ну вот Анатолий упомянул о Востоке, о Донецкой области, ведь там а сейчас еще и проблема минирования территории. Я даже не говорю о экологических проблемах. Требует коллективных усилий многих стран и многих компаний, которые придут, не все придут на волонтерских началах. Это еще и будет и бизнес. И для этого бизнеса должны быть созданы условия. И эти программы на десятилетия. Украина самостоятельно не справится с такой катастрофической ситуацией. Поэтому должны быть еще и не только национальные программы, ну не сказал бы международные, мирового значения программы, мировым участием, разворачивающиеся на этой территории. А это уже совершенно другая логика разработки схемы, модели пространственного развития. Ну, тут даже не о чем спорить, как мне кажется, потому что я думаю, что и Анатолий, и... Спорить нечего, но только наличие международных программ и программ мирового развития исключает решения только с харьковщанами и только мариупольцами судьбы своих городов. Конечно, будут вписаны программы, но новый термин мы родили. Я думаю, что у Юрия и его группы она давно была, а для нас он прозвучал впервые. Это программно развивающиеся территории. То есть, кроме ОТГ, у нас должны быть там, что, программно развивающиеся, ПРТ, да, программно развивающиеся территории какие-то, где действует особое законодательство, там режимы возможны, право на эксперимент осуществляется, о котором в прошлый раз говорил Датюк, когда мы обсуждали, что право на эксперимент будет представлено программно-географически в виде законодательного, в виде программно развивающихся территорий неких. Юрий, а можно задать вопрос? Что такое человекоориентированный город? Город благородных мужей. Если строить новые города, то какие они должны быть? Город, который... Сейчас вот иначе... Хотел по одному ответить, отвечу иначе. Несколько лет назад мы делали общественную стратегию Киева. И в ходе этой работы наш друг, партнер и координатор этого программы придумал словосочетание «Мудрый город». В соотнесении с набившим оскомину словосочетание «умный город». Мудрый город – это который знает свою историю, видит свою перспективу и понимает, что сегодня делать. Но тут возникает вопрос в качестве метафоры. Вот это все очень красиво. А чем думает город? Что значит знает свою историю? что значит понимает свою перспективу? Это кто? Вот поименно кто про это думает? Если тут речь заходит о власти, то это точно не то, чем думает город. Вот сто процентов. Власть занята с единственной своей задачей – это сохранение себя власти. И ее циклы понятны, они там сейчас привязаны к избирательным циклам. То есть город думает теми, кто думает городом. А сколько таких людей? И здесь мы вот сколько людей например в Киеве думают городом или будущим города. Причем не важно это в правовой действительности, в административной, в экономической или в художественной действительности. Вот сколько людей думают городом Киевом. Не двором, не отсутствием консьержки или там поломкой лифта у себя дома или строительством возле своего дома новой высотки. Сколько людей и знаете ли вы этих людей в Киеве, которые думают городом. И насколько близко эти люди как нибудь объединены. Вот попытки создать место, где эти люди смогли бы разговаривать, обсуждать, строить свои визии, свои стратегии, свое представление о будущем, это и есть то, чем будет думать город. Потому что когда мы говорим о местном самоуправлении, то речь все равно идет о демократических процедурах, выборах очередного начальника, которому через избрания. Появятся миллионы претензий, которого будут обвинять в коррупции, лихоимстве и во всем остальном, и это будет правдой. Но это не имеет никакого отношения к будущему города. Это постоянное воспроизводство того, что есть, и тех отношений с властью, которые уже сложились. Поэтому я бы ответил, что город для людей это думающий город или мудрый город, в котором для мышления, для городского мышления вообще есть место. Место в системе управления. Юлия, можно примеры таких городов сегодня или в прошлом, потому что с точки зрения того, кто думает, формально у нас есть городской совет, но ровно такой же вопрос я могу задать о стране, кто думает о стране и будущем. Поэтому есть ли можно какой-то пример мудрого города, который где-то возможно сегодня существует? Знаете, я бы сослался не на существующий, а на прецедент. За время становления местного самоуправления в Украине был такой романтический период, в который на мэрство приходили люди романтического склада, их по большинству всех истребили разными способами, но они думали городом, и в частности таким такие прецеденты были созданы в Николаеве, тогда там был мэром Александр Бердников, и у него был молодой заместитель Олег Бойко Бойчук, и они сделали, по-моему, это называлось Николаевская муниципальная инициатива, открытую площадку обсуждения перспектив и будущего города. Понятно, что открытую, то есть туда мог прийти кто угодно, и заместитель мэра присутствовал при этих разговорах и был их участником. Понятно, что сначала набежала куча сумасшедших или просто людей, которые хотели решить свои проблемы, но когда оказалось, что работа с будущим, это и сегодня, и завтра, и через неделю, и через месяц выкристаллизовалась группа, которая работала в плотной связке с городом, с мэром и с городским советом, и многие вопросы будущего города тогда очень сильно продвинулись. Потом все это как бы кончилось, но таких мэров перед моими глазами, я видел, я знаком, в этом романтическом периоде было там десятка-полтора, поэтому мне не надо ходить за пределами в заморские страны, я это видел вживую, здесь, в Украине, и это для меня означает, что это возможно, это возможно, и это дает потрясающие результаты, другое дело, что для власти это трудно и неудобно, это работа, которую власть ненавидит, поскольку она должна властвовать и продолжать властвовать, а не слушать или не обсуждать перспективы города, так что я бы на это отвечал так, что не нужны другие примеры, кроме украинских, которые уже состоялись и свершились. Так работал мэр Славутича, так работал мэр Бердянска, ну и многих других городов, это были очень интересные прецеденты. Смотрите, еще от наших зрителей гость, вопросы, гость, вопрос к гостю, нам нужно идти по пути микропространств в городе или централизованном подходе управления, условно говоря, модель Токио, против Парижа или Барселоны. Вы там говорили об урбанистических пространствах, очевидно, что урбанистическое пространство не подразумевает какой-то централизованной конструкции. Или вот еще один пример, Берлин, можно ли его считать примером успешным после военной реконструкции, нет, Берлин интересный, но лично мне кажется не очень уютный, я тоже, когда был в Берлине, то он мне показался каким-то хаотичным, и ты там был недолго просто. Ну я недолго, но я смотрел как бы вот как он выглядит и бродил там полюбую, смотрел, он мне показался для очереди полятым городом. Ну вот в первой части вопроса ответим, нам нужно идти по пути микропространств в городе или централизованном подходе управления, вот какая логика сейчас будет определяющая там, либо доминирующая, или нет доминирующей логики. Я бы сказал, что вопрос о будущем городе, города это вопрос о смысле, это вопрос, который мы все время повторяем в разных аудиториях, это вопрос зачем и как нам жить вместе, зачем мне жить в Киеве, или зачем мне жить в Харькове, если смысл города это совместность, то в чем совместность? Я знаю, что Киев устроен для того, чтобы больше зарабатывать. Здесь в Киеве делятся все финансовые потоки и все и все то, что мы называем народным достоянием. И понятно, что Киев сам уже ничего не производит. Киев только делит и распределяет. И смысл жизни в Киеве, чтобы лучше жить, быть ближе к деньгам, иметь возможность до них дотянуться. Но вопрос теперь, а с чего нам начинать урбанистические студии? с территории крупной или маленькой? Или со смысла? И в чем тогда будущее Киева? Продолжать пилить народные бабки? Или может быть Киев в состоянии додуматься до того, чтобы начать зарабатывать головой? И поэтому вопрос не в больших или маленьких территориях, а в смысле Амелян отреагирует. Да, я не совсем согласен. Киев это не только распределение бюджета страны. На самом деле Киев имеет ВВП свой на 19-20 год сопоставим с четвертью ВВП Украины. То есть четверть продукта, услуг создается в Киеве. Понятно, здесь находится штаб квартира практически всех крупных компаний украинских международных, но нельзя говорить, что здесь продукт не создается. Что? Мы же хорошо понимаем, что такое ВВП. Это не то, что показывает, что в Киеве что-то делается. В Киеве в Киеве что-то делается. Строительство услуги. В Киеве создаются продукты, услуги, стройки. Самый большой объем строительства идет в Киеве, а с этим трудно спорить. Самый большой объем услуг, предоставляется в Киеве. Я просто не хочу уходить детали, просто я расставляю акценты. И при этом хочу привести другой пример. Есть города, которые, опять-таки, американская модель. Американцы стараются не привязываться к одному городу. Это тоже важно понимать. Я бы еще, Юр, если мы сегодня тема у нас города будущего, то важно в принципе хотя бы немножечко выйти за рамочки города, понять, а вообще где эти города будут находиться в каком будущем. Потому что тренды, как будут меняться регионы, как будут меняться социальные процессы, это важно затронуть. Например, ВВП Нью-Йорка больше, чем ВВП всей России. Для меня это является показателем того, какими могут быть города. Но удобен Нью-Йорк для жизни? Мне, например, нет. Я один, сущаясь, с которым люблю, это Сентрал Парк, но все остальное мне Нью-Йорк это как Макдональдс. Ты его сначала хочешь, съедаешь, а потом живете тяжело два месяца. Поэтому я бы затронул рамочку трендов, в каких регионах будут существовать новые города, какими должны быть новые города, и потом мы только поймем, а каким будут украинские города, что будет с Харьковом, что будет с Мариуполем, потому что на них это тоже будет накладывать отпечаток. Ты говоришь сейчас в каких регионах мировые регионы или что? Нет, я говорю о том, что говоря о том, какие будут города будущие, важно понимать, о каким будет это будущее. Мы эту тему не затронули, мы уходим в важные вопросы, но которые, на мой взгляд, имеют второстепенное значение по отношению к тому, каким будет мир, каким будет социум. Мы Алексея теряем? Арестович внимательно слушает, а то тебе говорят, Арестович спит, лето, Арестович мыслит. Я думаю, закрытые на глаза. Лучше думается. Так что не волнуйтесь. Тут еще есть один разворот, к этой теме. К 2008 году украинские девелоперские компании смогли сконцентрировать капитал в масштабной строительству, ну, за начало строительства новых городов. И примерно в это же время начали были задуманы несколько новых городов. разработке одного из них мы принимали участие. Понятно, что это было накануне 2008 года. Но тут возникли проблемы, поскольку у нас все жилые образования работают по закону по закону о местном самоуправлении. И поэтому, если я частный инвестор, и у меня есть деньги на то, чтобы развернуть проект нового города, то после того, как в нем заселятся жители, уже не я буду решать, что с этим городом делать, а те жители, которые там живут. И вопрос о том, кто там может жить, будет решаться не мной. И с этим столкнулись многие инициаторы у нас оказалось, что нет возможности разворачивать ни частные, ни корпоративные города. А соответственно, города открываются для инвестиций только через отдельные земельные участки, которые можно схватить и чего-то быстро сделать. У нас инвестиционное предмет или объекта такого, как город, просто не существует. Он невозможен. Хотя попытки уже были многие сделаны. Это касалось, начиналось это все с коттеджных поселков, качество которых росло, 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 а потом менялось первое поколение покупателей, второй, и среда быстро начинала деградировать, неуправляемая инвестором. И падали цены. И вот поэтому, кроме того, что нам нужны программные регионы, нам нужно еще расширить представление о том, что такое город и какими могут быть города, поскольку мировая номенклатура урбанизированных образований огромная. Это и города, и парки, и деревни, включая типа олимпийских. И вот разнообразные парки, где тоже парки, это не в смысле, где деревья растут, технопарки, экопарки, этнопарки, ну там громадная номенклатура этого. Специальные поселения, ну включая, например, военные. и вот номенклатура этих урбанизированных образований у нас сведена к городам самоуправления. Практически одной единой модели, которая закрывает возможности создания новых городов. Закон про местное самоуправление это приказ для программного развития городов, да? В нынешнем виде? Да. И то, что говорил Датюху про эксперименты, я хочу сослаться на прецедент, который существовал или существует в Украине. Вот у меня тут на планшете открыт закон Украины про державный правовый эксперимент развития местного самоуправления в месте Ирпини, селах Буча, Ворзовель, Гостомер, Кацубинске, Киевской области. То есть наша практика допускает в принципе проведение экспериментов, где те или иные законодательные положения будут акцентироваться в одном или в другом направлении или вообще для эксперимента отменяться и заменяться чем-то другим. Это фантастически интересная тема, особенно для послевоенной Украины. Еще раз, Мариуполь, Харьков и Львов не могут развиваться по одним и тем же правилам дальше. Для них нужны свои. И поэтому ни один эксперимент, а десятки экспериментов инициированные с мест, которые дали бы возможность попробовать так или иначе, конечно, не нарушая Конституцию, ну и все приговорки. И можно было бы посмотреть, какие эффективные решения разворачиваются, что нам мешает. и это вообще огромная аналитическая и экспериментальная база. Харькову нужно одно, Мариуполю нужно другое. То есть вот сочетание экспериментов программных регионов, причем с программными регионами тоже как. Программные регионы строятся не на запретах, а на приглашении. Не на указаниях, а на создании условий. То есть бизнесу приказать нельзя, но можно создать условия, при которых бизнес придет. Бизнес или капитал и предпринимательство придет, зайдет в эту программу. Поэтому нам нужен другой тип законодательных документов или правовых документов. С кем не поговоришь, все говорят, что нужно транзитное законодательство в Украине. Смена всего, потому что иначе ничего не получается. За какую отрасль не возьми, все говорят смена законодательства. Ну в принципе оно логично, потому что данное законодательство консервирует данный тип государственных и общественных отношений. Правильно? Которое изначально создавалось как постсоветское, которое законсервировало советскую модель. А если мы гордо хотим поменять все, как мы здесь постоянно говорим, ну надо менять законодательство радикально. А вообще призыв к смене законодательства не являются? Нет, не преступление. А к изменению конституции не являются? Нет. Это нормально. Мы вчера обсуждали, что нам нужна новая конституция. Мне пофиг, я просто так поинтересовался. Нет, смотри, люди правильно пишут в этом местного организма, который развивается сейчас, в Чедыграде и в ОСЕВСЕ, в местах может быть дотата или виднята. Вот здесь Чудновский вспомнил Бучу и Ирпене, я же там жил, я просто хорошо знаю эту ситуацию на месте. Я просто объясню, например, почему я жил в Буче в свое время, и вернусь я туда или нет. Вот смотрите, в Буче центром всего был парк. Вот там был парк, лучший вообще, может быть, в Украине, таких нет в Киеве, и там было очень комфортно жить. И со временем, я там 15 лет прожил, Буча развивалась, она превращалась и с Ирпенеом, они вместе превращались в такой микрорегион, из которого не хотелось выезжать. То есть, мы чем дальше, тем меньше старались выезжать в Киеве. Важная часть успеха от региона является близость к Киеву, где работали практически все живущие там. Так вот, пять лет назад, или шесть лет назад, может, лет шесть назад я мэру Буче предлагал сделать большой проект урбалистического пространства, говоря языком Чудновского, связать все общей логистикой, то есть, создать электротранспорт, как бы, увязать Буче, Арпень, Ворзель, что там еще, Гастомель, вот, и решить вопрос спального микрорайона Киева, потому что все пригороды, это, по сути, спальный микрорайон, и я вот несколько таких мыслей предложил, что, во-первых, там нужно сделать университет, ну, строить глобальный университет, потому что у нас нет нормального образования, и поэтому нужно сделать университет, но университет не просто так сделать, а к тому, чтобы он использовал логистические возможности, которые дарят соседству. Университетский городок. Да, то есть, университет привязать к аэропорту в Гастомеле, который грузовой, он позволяет принимать тяжелые самолеты, как бы, там, да, и это тоже преимущество. И вот возникает вопрос, а что заполнить промежутки? В промежутке нужно развивать производство, как бы, технопарки, инвестиционные парки, савонно-экономическая зона, да, которые бы, которые бы позволили в Гастомеле, который был производственным кластером, вот в этом макрорегионе, вот, создать вот эти вот, как бы, цепочки, новые производства, производственные. Вот, и тогда оно бы начало отрываться, с одной стороны, от Киева, и перестягивать, наоборот, силу Киева, потому что люди перестали, во-первых, они... Становились бы собственной агломерацией. Да, они бы стали собственной агломерацией, как бы, находясь, по сути, в киевской агломерации. Вот, но, к сожалению, как бы, такие идеи, вот, они не схватываются по одной простой причине, это требуется очень много договорников внутри, вот этой всей местной элиты, потому что они все начинают смотреть, что делить. И вот они сразу хотят все схватить, как бы, там, да, хотя, сам по себе, Амар Вуччин, он сразу, ну, он схватил этот суть, и говорит, классная идея. А у нас запускать какие-то общественные обсуждения, вот то, что Чудновский говорил, какой-то формат послушать, выслушать, отрефлексировать, запроектировать? публично это не выносилось, вот, то есть, мы иногда там встречались, обговаривали, как бы, такие вещи, вот, но, я просто к чему говорю, что, я согласен со зрителями, которые говорят о том, что, и Чудновским, что не нужно, как бы, там, натягивать общее одеяло, там, на все города, потому что, в каждом месте своя специфика, как бы, там, да, в Жмиринке своя специфика связана с тем, что это железная дорога, все построено вокруг железной дороги, это крупнейший, говорит, логистический центр, да, Вечне, там, другая специфика, два масла, молокоперерабатывающий и маслозавод, вот, и это делает ее кластером, как бы, там, сельского хозяйства, местного, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и поэтому, все наши размышления, они, опять-таки, вот, очень важно понимать, в каком контексте происходит, потому что, я Юго-Россию сказал, как бы, как раз в том, в плане, что государство наше должно формировать контекст изменения внешней среды, который создает благоприятные условия для развития, для развития наших городов, через понимание того, как нужно проектировать нашу окружающую среду, и, соответственно, предпринимать соответствующие действия, там, с Западом, с Китаем, с кем угодно. Давай объективно, у каждой нашей соседней страны есть свой план по поводу Украины. Да, мы постоянно здесь говорим, а у нас нет плана относиться для себя. Абсолютно верно. Эхе-хе, я понял, а есть у нас квалифицированные юристы, с которыми можно было бы записать передачу на тему транзитного законодательства, не позволяющего эксперимента и позволяющего к разным, тему подходить по-разному. Я могу дать хороших юристов, кстати, с которыми мы делали один проект, сегодня можем это затронуть, называется Киев-Сити. Что, не услышали про эту историю? Юр, это точно знакомо. Дело в том, что, да, но есть, опять-таки, разные форматы Киев-Сити, кто-то воспринимает это исключительно как девелоперский проект, а мы, как в институте, его обсуждали, была создана группа три года назад, мы, собственно, президента общались с Кабмином. Это создание специальной территории, в которой действует иное правовое регулирование финансовых операций. Что имеется в виду? Это биржа, работающая по международному праву, это хождение иностранной валюты, и, самое главное, британский суд, где наши олигархи спорят в судах в Лондоне, где, не знаю, казахские олигархи спорят в судах в Лондоне. Казахи сделали мудрее, они лондонский суд принесли к себе. они сделали там у себя как раз такой регион с иными правилами регулирования. Это же есть, по сути, транзитная система, которая позволяет создать иные правила и привычки решения судебных споров. Дубая сделали ровно то же самое. В арабских судах никому не рекомендуется судиться с арабами, кроме британского суда, который действует в DFC, Дубая International Financial City. Это же тоже пример иной конструкции, но правового регулирования промежуточно-транзитного для сосуществования людей, бизнеса, инвесторов и так далее. Но у меня всегда вопрос более высокого порядка. У нас без переосмысления все-таки государства, его роли в регионе и в мире, города будут иметь второе, вторичное или даже третичное значение. Почему? Потому что если мы не найдем ответ на вопрос какая экономика, экономические процессы, социальные процессы будут здесь происходить, здесь не будет ничего. Я всегда вспоминаю город Детройт. Процветающий город, в котором строили автозаводы, производили автомобили, которые через время просто умерли. Отстал пустой город и потом на самом деле урбанисты потихонечку его оживили. Так вот, Украина и многие наши промышленные регионы могут стать в ближайшее время Детройтом, если мы не переосмыслим их новую роль. А их новая роль будет являться исключительно производной от того, какую стратегию для себя выберет Украина. Мы строим производство самолеты, космические корабли, военную технику или мы являемся или сохраняемся как аграрная страна с айтишниками, которые пишут коды для других стран. Это две разные модели, которые принципиально влияют на то, вообще будут ли в Украине города или их не будет совсем. Сергей Славянский, здесь вот наш зритель постоянный, хороший коммент сделал. Я бы хотел, чтобы у нас было как в Польше. В каждом селе десяток каких-то заводиков у нас вокруг завода строят города. И это действительно так. Вот по Польше я... А это, кстати, вопрос, что первично? Завод или территория, или люди? И западом завод. Люди формируют среду, в которой появляется проект. Да, в Европе. Я приведу простой пример. Кракова, допустим, вот как Краков превратился в один из крупнейших гарантий-центров сейчас и в Польше, и в Европе. То есть они начали просто гоняться вообще за крупными компаниями, за глобальным бизнесом и предлагать очень выгодные условия. Вот они пришли к Shell, и сказали, Shell, у вас штаб-квартира в Одинбурге, приходите к нам, мы даем вам льготы на 30 лет, подключаем все инженерные системы, даем кучу всяких скидок, не платите налог, там такое-то, такое-то. И Shell пришел туда, построили сначала три корпуса, потом еще один. И в результате в Кракове появилось 3000 человек, уже, наверное, больше, которые работают на компанию, которая обслуживает регион Евразии и Ближнего Востока. И мои знакомые в том числе там оказались и говорят, ну, мы зарабатывали на Старте меньше, чем в Киеве, условно, он в Киеве полторушку, допустим, получил долларов, а там он получал 1200. Он говорит, ну, мне там комфортнее жить, я отказался от транспорта, мне не нужна личная машина, у меня здесь все понятно, у меня здесь комфортная среда, безопасность и т.д. Мы как институт разрабатывали стратегию развития города Житомир. Больше нет. Ну, у нас было несколько лет... Вы разрабатывали, я не участвовал. Нет, институт, мы с тобой основатели этой организации, это была просто публичная история, это было, к сожалению, до войны, и многие инициативы не смогли быть запущены. Так вот, один из вопросов, который обсуждался, я работаю много с инвесторами, мне инвестора зададут один простой вопрос. Толик, помоги, пожалуйста, какой регион мне выбрать для размещения производства, не украинские инвестора. У них есть понимание, что в Западе, в Америке, кстати, особенно в Штатах, в Эмиратах, у каждого региона есть своя налоговая политика, регуляторная политика, и они конкурируют за инвесторов, которые приходят с капиталом. Приведу пример. Тесла построила завод в штате Техас. Почему? Они получили офигенные льготы, которые поправились в ряде стран действуют, только в Польше, о которой мы упоминаем, там есть 13 свободно-экономических зон, которые имеют свое регулирование, свою специализацию. В Украине сколько свободно-экономических зон? Действующих ни одно. Юридически есть, но у них нет ни льгот, ничего. Поэтому, возвращаясь к инвесторам, у меня не было ответа на вопрос. У нас каждый регион имеет одинаковое налоговое регулирование, имеет одинаковое правовое регулирование. Единственное, почему можно выбрать регион, это адекватный мэр, адекватный горсовет, которые способны создать условия, что вас быстро подключили к сетям и вам не вставляли положительную. Это же ненадолго, насколько мы разбираемся. Это разве конкурентное преимущество? Если у нас налоговое законодательство за 10 лет меняется 150 раз, вообще инвестор на Украину смотрит, опасаясь, не то, что там города. Знаешь, я еще один такой пример приведу, потому что людям проще через именно конкретные примеры понимать. небольшой городок в центре Украины, там 1015, наверное, жителей, там есть производство и владелец бизнеса говорит, ты понимаешь, у меня головная проблема кадры, потому что люди приезжают, получают хорошую зарплату, я с Киева вытаскиваю специалистов, но они здесь живут 8 месяцев, год и начинают выть волком, потому что нечем занять. Нечего делать. Нечего делать, скучно, даже деньги, которые зарабатываешь, некуда приложить. Естественно, дети сбегают и они возвращаются назад в Киев или уезжают в Европу. Я ему говорю, давайте делать среду, которая будет интересна людям. Сделайте, как местные. А они местные или нет? Они живут и приезжают из Киева, там есть команда, которая работает. Я говорю, смотри, ты смотри на логику создания интересной среды здесь. сделайте школу с бассейном. Детскую площадку, спортивные площадки. Вы агробороны, вы знаете всех местных агроборонов. Так, сделайте, приезжаешь в ваш город, смотришь, а у вас нет вообще за 30 лет не построили ни одного нового дома. Вам же самим проблема, когда вы приезжаете, чтобы в нормальном, качественном жиле пожить. Постройте хотя бы одну современную многоэтажку или несколько нового этажа. одного девелокера выстроил стратегию. Он в региональных центрах строит современные дома, у них все раскупают на стадии фундамента. Никто не строит, а мы строим. Есть спрос большой. Да, я говорю, вы будете создавать, просто вы будете конкурировать с окружающими городками, потому что там тоже занепат. Если у вас появится современный кинотеатр, если у вас появится бассейн, если у вас появится хорошая школа, за счет того, что переформатируете затраты на систему образования, потому что, когда начали считать, как работает система образования, оказалось, что в их УТГ десятки школ, но в которых реально там были школы, где учителей больше, чем учеников. И при этом эти школы жрали более 50% всех затрат. То есть, их необходимо оптимизировать. Хочу обратить внимание, что мы сейчас стоим на пороге новой ситуации. Ну, понятно, демографическая яма, огромный миграционный поток в связи с войной, но сейчас города столкнутся с еще одной проблемой, это проблемой осмысленной миграционной политики. Города начнут, вынуждены будут начать конкурировать за людей. Это то, о чем вы сейчас говорите. И это имеет вполне перспективную, перспективный характер, поскольку в ближайшие десятилетия городам, да и в Украине в целом, придется доказать людям, конкретным, очень конкретным людям, что сюда стоит ехать и здесь, стоит жить. Здесь это то ли в городе, то ли в Украине. И это становится задачей, которая, ну, не решение, которое может закрыть историю города. Просто никто не будет там жить. Того или иного города. И эта же проблема является, становится сейчас огромной проблемой для Украины. восполнить демографическую яму, в которую мы сейчас погружаемся, за счет рождаемости, как бы мы ее не стимулировали, в ближайшие десятилетия будет невозможно. и это речь будет идти о создании привлекательных условий для мигрантов. А дальше начинаются вопросы, каких мигрантов, куда они поедут, в один поедут город, или в другой поедут город, и городам сейчас придется решать эту проблему. Виталий Кулик в последнем эфире, я всем советую этот эфир посмотреть, потому что он очень был хороший, он там как-то назывался апокалипсис, или что-то такое. Как раз поднимали это вопрос по мигрантам, и он предложил формулу 30-30. Население Украины 30 миллионов плюс 30 миллионов мигрантов. Опять-таки понятно, что нужно понимать кого, откуда и так далее. это должна быть осмысленная политика, но в целом мне кажется, что это решение проблемы, но оно конечно потребует революционных подходов, потому что наше общество консервативное, чтобы не говорили, Инглхарт, исследования по методике Инглхарт об этом говорят, и придется преодолевать самих себя, для того, чтобы просто получить ту витальность, которая позволяет нашей стране быть успешной вот в этом быстро меняющемся и динамичном мире. Поэтому я тут сто процентов с вами согласен. Несколько спойлеров добавлю с этого позвония. Во-первых, Институт Будущего в прошлом году презентовал концепцию миграционной политики для Украины, где мы обозначили проблемы. Есть интересный кейс США. Основной или важнейший источник прироста экономики США, ведь у них на самом деле отрицательная гемография, то есть американцы стареют, они не рожают детей, они не стремятся к этому, но население постоянно прирастает за счет мигрантов. Каждый мигрант, который приезжает в Америку, поддерживает сумасшедшую конкуренцию, грин-карт, каким-то программам, он привозит с собой сбережения, он имеет какие-то навыки, он начинает работать, он создает продукт. Каждый мигрант он создает добавленную стоимость в стране. Ему нужно, получая зарплату, он тратит деньги и опять-таки стимулирует потребление в этой стране. Ему нужно где-то жить, арендовать в Америке жилье, обходится дороже, чем обслуживать кредитного приобретения. Таким образом, каждый мигрант, который приезжает в Америку, он дает дополнительный вклад в ВВП в несколько миллионов долларов. Накопленным эффектом. Каждый мигрант, который уезжает из Украины, на самом деле, он вывозит отсюда недосозданный продукт. 18 миллиардов долларов, которые Украина ежегодно получала от трудовых мигрантов, кроме 2022 года. Вот эти 18 миллиардов нам перечисляли люди, которые создавали в Польше и других странах совокупный продукт на 55 миллиардов долларов. Поэтому осознание того, что люди это важный экономический ресурс, который нужно белечь и привлекать, это, к сожалению, задача наших политиков. Мы здесь можем это обсудить, но пока люди, которые формируют государственные политики это не осознают, или городские политики, Юрий Правильно говорит, а кто в городе этим занимается? Никто. К сожалению, изменений не будет. Поэтому об этом нужно а говорить и б даже требовать, потому что мы, как люди бизнеса, понимаем, что у нас уезжает рабочая сила, у нас уезжает потребление. Война привела к тому, что в Украине потребительский рынок, экономика упала на 30%, упала на 40%. Сюда включаем инфляцию, то есть сжался рынок. Каждый человек, который мы сюда завлекаем, это потенциальная возможность в стране увеличить свои экономические ресурсы. Но я такого дискурса верхних шоуов власти, к сожалению, пока не слышу. Понятно, война приоритет, но она закончится, и с чем мы останемся? Да, 100%. И вот еще один очень хороший комментарий зрителей наших Григорий Гордин. Украине необходимо развивать суперскоростной транспорт, нам нужно увеличить скорость перемещения товаров в людей, тогда все будет развиваться органично вокруг этой структуры. Это абсолютно правильная мысль, потому что тот же Харьков, о котором мы говорили, в случае, если мы не решаем вопрос с Россией, и не появляется там Юга-Руссия, как транзитная территория, через которую мы общаемся с Китаем, с Центральной Азией, то он будет логистическим тупиком, и поэтому ему нужно будет решать вопрос выхода на внешнем рынке, в Европу там прежде всего, а это требует перестройки той же самой железнодорожной сети. Андрей Смородин у нас, который в Укрзалезнице работает, он как раз рассказывал, что сейчас Евросоюз и Польша пушат проект перестройки украинских, ты как член Наглядового Рада Укрзалезнице, тоже, наверное, об этом знаешь. Так вот, Я сегодня в другом статусе здесь. Да, проект проект перехода на Евроколею, который подразумевает сквозняк от Львова на Киев до Харькова, то есть Евроколея через эти города, которое позволит, например, грузоперевозки ускорить очень существенно, до 120-140 км в час, грузовой поезд может идти. Сейчас они идут медленно, и это другой тип грузов, потому что, если по советской колье идут насыпные, такие большие, объемные, то по этой колье можно будет перевозить переработку какую-то, производство нужно будет сразу подвязывать к этой цепочке. Это будет изменять очень многие экономики. Можно я тут пару слов скажу? Опять-таки, как человек, который работает с инвесторами, инвестор выбирает юрисдикцию сегодня для размещения производства по группе факторов, где косты, это, как правило, налоговая политика, один из таких важных элементов регуляторной политики, в которой работать, и третье, это скорость логистики, точнее, не скорость логистики, а время, которым необходимо потратить эти затраты для того, чтобы доставить товар к своим рынкам сбыта. Сегодня, на самом деле, Украина имеет колоссальное преимущество получение доступа на европейский рынок. Здесь уникальные условия, куда можно релансировать производство с любой стороны мира, и пока беспошлино, более того, я думаю, что после завершения войны мы также договоримся о каком-то периоде беспошлиной торговли с Европой, безбарьерной, а в дальнейшем мы планируем уже войти в Европейский Союз, это автоматически будет возможность. И вот здесь роль Харькова, как раз, вот если мы говорим за Харьковский регион, логистическое плечо, создание иного регулирования в этом регионе, налогового, законодательного в плане там британского суда, будет хорошим инструментом создания как раз производственного кластера, а он станет магнитом для того, чтобы приезжали люди и экосистема регионно развивалась. Но, о чем мы говорим? Мы говорим о комплексном планировании, создании некого плана, стратегии, пока которого нет. Даже не столько антикризисный, потому что антикризисный это выживание, нам нужно думать и об антикризисном, следующим шагом это трансформация Украины, всей украинской экономической системы, которая должна отвечать на вопрос, какую роль в мировой цепочке создания добавленной стоимости или технологическом укладе займет Украина. И вот здесь вопрос городов опять-таки является производным от этого более глобального вопроса. Я все время буду к этому увозить. Я еще взгляну на секунду. Когда мы начали рассуждать о модели территориально-пространственного или пространственного развития Украины, которая является естественным продолжением того рассуждения, которое Анатолий сейчас разворачивает о том, что да, Украина должна переосмыслить свое место на глобусе во всех отношениях, то встал вопрос, а кто это может сделать? Кто может сделать такую модель? Если обращаться в профильные институты, то оказывается, что профильные институты могут сделать только то, что предписано им действующими нормами. Вот в этом оказался ужас. То есть профессионалы, высокие профессионалы профильных институтов не могут обсуждать ничего, выходящее из-за сегодняшней нормы. Нормы проектирования. И тогда возникает вопрос, а где и как можно, нужно обсуждать эти программы, программы, которые потом должны породить уже нормативы проектирования, а сначала должны задать смыслы, ориентиры, указания на будущее. Вот тут же нужны люди, которые в состоянии мыслить не нормативно, а стратегически. И где те площадки? в этом смысле тот разговор, который мы сегодня ведем, это же еще и разговор о площадке, где можно обсуждать стратегические перспективы Украины или городов не в рамках действующих норм и законов, а в принципе. И возможно эта передача может быть одним из толчков к тому, чтобы создать такую площадку, где это можно было бы обсуждать. Там мы с радостью, мы собственно говорим. Она уже есть такая площадка. мы есть такой площадка. На уровне дизайна закладывалась в эту передачу. Тут вопрос к степени профессионализации, потому что здесь идет медийная популяризация, но так слегка беда начала. Собраться и профессионально поговорить на базе этого сообщества несложно. Мы подтянем еще урбанистов. Мне здесь набрасывают для того, чтобы это была действительно разносторонняя профессиональная дискуссия. Поэтому мы пока вешки расставляем. Короче, задача ясна. Надо переписать генеральный план развития страны. Обеспечить его законодательно. План является инструментом достижения цели. цель сначала конечно. Потом переписываем, потом законодательно это надо обеспечить и реализовать делу. За 10 лет справимся. Как говорили раньше за работу товарищей. Да, за работу товарищей. А есть ли общественный запрос на это? Хороший вопрос. Я думаю, что он есть, но когда мы говорим об обществе, оно же не является цельным. Оно является структурированным и по классике социальной инженерии активная часть проявляя такой запрос это до одного процента. Проблема в том, что за 31 год украинцы никогда не выбирали умом. Всегда эмоциями. Здесь хочется вспомнить Моисея, который водил 40 лет евреев по пустыне, пока не умер последний, который был рабом. Ментальность, которая была соревнована 70 годами Советского Союза, к сожалению, она инфантилизировала нацию. И вот мы сейчас доживаем вторую часть второго поколения, которое начинает рождать людей, которые способны это делать умом, а не... Или можно дать эмоцию, которая заместит картинку будущего, создаст эмоциональную связь, секунду, создаст эмоционально привлекательное будущее, настолько, что оно заместит прошлое, эмоционально теплое прошлое. Я бы дал свой ответ на ваш вопрос и сказал, что общественного запроса на это нет. Но вероятно, есть люди воли, которые не в ответ на запрос, а просто движимые своей волей могут это сделать, сформировав потом медийными средствами запрос и все остальное. Мы же понимаем, что медиа и общественный запрос это легко оформляемая действительность. Это же медиа, в которой мы сейчас находимся, этим и занимается. Сегодня Щедровицкий публиковал очередную статью, он же там разбирает творческое наследие отца в спорах с Зиновьем, и он говорит, там очень остроумно доказывает, что культура производства, просто культура, административная культура, вообще управление как жанр возможно только в отношении в социуме, в отношении малых самоорганизующихся групп, которые чего-то хотят. в которых есть визия и воля. Он говорит, если у вас нет таких групп в любой сфере, у вас нет предмета управления. Как бы, да, потому что предметы и субъекта управления, потому что и субъекта двойного, субъекта субъектной связи. Потому что двигать тех, кто ничего не желает и не имеет на это волю никакого смысла. В отношении них невозможно управление. В отношении их возможно регуляция. В отношении их возможно репрессия. В отношении можно поощрение. Невозможно управлять, Правильно, нет целей, значит, управлять невозможно, а у широких масс целей нет. Есть только у малых групп, которые хотят странно. Но вот эти самоорганизованные группы, это, как правило, социальная инженерия, это до 100 человек. Эта группа, она не может быть тысячи, она должна быть маленькая, компактная, где есть социальные контакты. Я вам скажу, что наша Альфа и Омега, она очень хорошее дело делает. Например, лично у меня, как у остальных, четко проступает абсолютно понятность, что нужно делать в украинской ситуации с нами, со всеми. Надо создать страну, в которой люди длинной воли и эмоционально привлекательные визии и мечты будут максимально поощряться государством и обществом и тянуть всех за собой. Говоря языком Черчилля, цитата что-нибудь была, чего отличается политика от государственного деятеля? Политик думает о следующих выборах, государственные деятели следующих поколениях. Длинная воля – это поколение. Да, получат в разных отраслях, получат право на эксперимент, получат право на творчество максимальное и на реализацию. И на свободу, на которой запросы. И это будет в буквальном смысле реализация украинской идеи, вот она такая. Как бы да, это идея людей, которые хотят странного и с длинной волей делают это в разных местах. Ну и смотри, я вообще как бы думаю, что нам нужно уходить от понимания общественных запросов, потому что общественный запрос формируется. Люди, пока они не увидят альтернативы, пока они не увидят возможности, они живут в рамках старых представлений. Им надо показать, да. Скажи мариупольцам, что они, возможно, не будут жить в Мариуполе через пять лет, в 2017 году, то тебя бы зафукали и сказали, что ты что, у нас производственная династика. А ситуация все поменяла? Да. А ситуация все поменяла и вопрос, жить или не жить в Мариуполе сегодня, он как бы имеет очевидный ответ по очевидным причинам. Но спустя какое-то время, когда все закончится, то опять-таки эти же люди, они будут стоять перед выбором. Возвращаться в тот Мариуполь или ехать в какой-то другой город, точно так же, как это будет. Или ехать в Новый Мариуполь. Или ехать в Новый Мариуполь, да. И они будут просто, у них должен быть набор опций, которые будут сформированы. Какой секрет? Набор опций у них есть сейчас, ехать в Польшу, в Венгрию, в Америку. Да, эти опции не связаны с Украиной. К сожалению. Пока. Да. А появятся опции тогда, когда, собственно говоря, мы... Если города должны конкурировать за людей, то... Страны подавно конкурируют. Малые проактивные группы должны конкурировать за общественное мнение, за общественный запрос. Они не должны в него ориентироваться, они должны воссоздавать. Так, для будивництва потребна свобода просувания. Дороги, с чего в 50-м урозе с разумелого США. Конкуренция между местами на Залезнице, с чего в СПД. Мы уже об этом говорили выше, что коммуникация и самые различные пути сообщения, это очень важно. И по поводу ускорения передвижения. Наше общество инертно, его нужно двигать, пишут и передавать ему толчок. Если мы будем ждать запроса, запроса не будет. Ну, я об этом и говорю. Мне кажется, знаешь, что главная проблема, которая была перед войной, это в том, что боялись предъявить мечты. Боялись предъявить какие-то смелые проекты, смелые мечты, которые казались чем-то... В общей массе. Правления были, но они были такие истрее маргинальные. У нас же была страна, которая считала, что мечтатели дураки. Мринники. Да, мринники. А правы только по-житейски хитрые люди. Вот такие, вот они выехали. Кадокум в прокуратуре, да, я крепкий хозяйственник, да. И вот мы по-житейски хитрые над этими сумасшедшими, которые пиликут нас крепко и мечтают о звездах, крутим пальцем у виска. Ну и обманули самих себя в результате. Да. Практика показывает, что урбанистическая среда в Украине при наличии крепких хозяйственников не развивается. Я больше скажу, если вот на государственный уровень подниматься, на уровень исторический, страшные цифры распродажи украинского вооружения и военной техники, которые привели к этому. Они же целиком на совести тех, кто думал, что мечтатели – это плохо. И они не думали о будущем, они жили в настоящем, они были продолжателями прошлого. Да, давайте распродавать, оно не нужно, да, потому что война, она требует, и подготовка к войне требует исключительного воображения. Надо допустить то, что человек в принципе не хочет допускать. И есть второй момент – продаю я, а отвечая за войну будет то, что будет после меня, это будет уже не моя ответственность. Война требует исключительного воображения, которым очень многих не хватает. И вот его не хватило. Станции. Нашим крепким хозяйственникам и, так сказать, людям, которые смеялись уже мечтать. Я не знаю, ты знаешь или нет, в Америке, в Пентагоне, есть специальное подразделение сформировано из писателей-фантастов. Да, знаю. Это просто пример того, как формируется видение будущего, это профессия, которая в Украине считается маргинальной, а в Америке на нее делают ставку. Поэтому здесь, как бы, будет уже понятно следующее движущееся общественное противоречие, движущее Украину. Это мринники, мечтатели с длинной волей против крепких хозяйственников, так сказать, и реалистов, крепко стоящих на ногах. Но, по правилам, побеждает тот, у кого длинная воля. Вот в развитии этого. Юрий Восковнюк пишет. «Экономика, як прессов депит. Залишается під тотальным контролем. Коли с цим займалась партия, зараз коррупційная бюрократия, декоррупція вторинная. Головной контроль». Да. Это и так. Распределение потоков определяет, есть у тебя власть или нет. И определяет твое место в социуме, и определяет, чем ты владеешь. И тут же Виталина Ященко. «Местные власти не готовы общаться с активным населением. Любую активность не воспринимают как протест и конкуренцию власти. Власть бежит от людей. Я наблюдал на обсуждении генерального плана Буча, о котором мы говорили». Виталина, собственно говоря, это же вызов, такой челлендж перед нами всеми, что если власть не прислушивается, то, значит, надо становиться властью. Как говорил Бендукидзе, власть нужно заставлять, а если не слушается, бить палками. Коллеги, я вынужден власть уйти. Да мы уже заканчиваем. Мы уже заканчиваем. Да, у нас уже логика ясна. Курс на закат четко обозначился. Но у меня, на самом деле, не закрытый гештальт. Тема была «Города будущего». Мы ушли в детали, очень важные детали, но так и не обсудили. Все-таки у них должны быть «Города будущего». Ну, я даю заявку. Я задавал вопрос, что такое человекоцентрический город нового типа. Ну, понятно, там, где среда способствует появлению благородных мужей. Уже в сущности понятно. Среда должна воспитывать благородных мужей. Если она отнимает эстетически благородных, этически благородных, аксиологически ценностно благородных. И в смысле помечтать. Но и те же благородные мужи создают эту среду. То есть, город должен воспитывать людей длинной волей, с большим воображением. Вот тогда это правильный Новый год. И под этим всем должна быть экономика. Юрия Чудновского давайте отпускаем. Юрий, рад бы увидеть. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо огромное. До следующих встреч. До новых. Друзья, традиционно призываю полайкать петицию по поводу изгнания ОПЗЖ из нашего рая грядущего. Потому что рая без изгнанной ОПЗЖ не будет никакой. Поэтому я кинул петицию в описание эфира. Я кинул в чат ее. Полайкать их, кто еще не лайкал. И это святое. А мало голосовать за петицию? Так противодействует же. Голосовали очень много. Я пытался трижды зарегистрироваться. Я пять раз помню, но до сих пор не проголосовал. И чтоб ты понимал, у нас были моменты, когда за пять минут голосовало тысячи человек. А потом хоп и все это застопорили. Сейчас 17605 человек. То есть реально, реально, если бы не препятствовали, то мы бы эти 25 тысяч набрали бы еще в первый день. Поэтому люди заходят постоянно, но идущие оселят дорогу. Лайкайте, лайкайте, друзья. Это и есть длинная воля. Пробивание вот таких сложностей, это как раз формирует характер и формирует способности к изменению нашей среды. Вот так вот. Ну что, будем заканчивать. На этом все. Всем хороших выходных. Мирного неба. С понедельника продолжим. Мирного неба. Значит, удачи всем нашим воинам в Солидарии, в Бахмуте, которые ведут тяжелые войны. Солидар, кстати, держится до сих пор. Ведется оборона, никуда никто ничего не окружил. Российская пропаганда, которая на фоне потери Харькова и Херсона пытается заявить о победе в маленьком районном пункте, не может фактически это сделать. Она все время сочиняет и сама же себя разоблачает заявлениями представителей других силовых структур, потому что близко там нет никакого взятия. Во все идет боевое действие. Я так понимаю, они несут там сумасшедшие потери, потому что людей вообще не считают? Они просто любой ценой решили завалить. Наши ведут маневренную осмысленную оборону. Я заметил, что новости о Солидарии пошли в российской повестке. А это неправильно. Никаких окружений, никаких воинов, которые отчаянно бьются из последних сил и тогда нет. Там есть абсолютно управляемое командование вооруженных сил Украины и силы обороны ситуация. Мы ведем плановую оборону. Главная задача, которая просадить противника, просто уничтожить как можно больше живой силы и техники. Момент, когда мы поймем, что эту задачу мы решили, в данных возможных условиях, мы отойдем просто. Организованное все. Солидар – это не Сталинград. Солидар – это плановое изматовое уничтожение противника. И выигрывание времени. Они собрали туда все. Все. Нигде больше с такой интенсивностью не ведутся боевые действия, кроме Солидара и Бахмута. А 1300 км фронта они не могут нигде даже треть этих усилий дать, потому что все стянули под Солидар и под Бахмут. Солидар – направление главного удара. И на этом направлении главного удара у них наиболее боеспособности части, редкий, который дороже химарсов, товар – штурмовая пехота. И эта штурмовая похода еще сложится пачками. То есть они останутся без штурмовой мотивированной пехоты. Это главная ценность войны. Она все решает. Химарс – это такое. И мы решаем очень важную, ключевую задачу – уменьшение количества мотивированной, или мотивированной пусть даже смертью, как зэки, пехоты и противника. Это очень важная задача. Она планово реализуется, утилизация этих товарищей по Солидару. В нужный момент мы отойдем просто. Спасибо за эту сводку. Алексей не перепутал эфир. Я попросил у него, чтобы он это сказал, потому что людям важно это знать. Это сейчас у нас всех волнует. А, в этом смысле, да? Да. Петицию еще раз кидаю, чтобы подписали те, кто ленится. Не забываем, что там совсем немного осталось. Я думаю, что мы добьем их. Спасибо за то, что смотрели. Всем хорошего вечера. Посмотрите вчерашний эфир с Данилом Яневским. Он был великолепный. Один из лучших эфиров за последнее время. По истории. Я сейчас его в отдельном, как бы, отдельным поставлю роликом. Без Денисенко. Хотя Денисенко эфир по России тоже великолепен был. Поэтому смотрите, короче, посмотрите вчерашний эфир, кто не смотрел. Всего хорошего. Старый Новый год. Я не знаю, кто празднует, кто не празднует. Я не праздную, но... Почти. Алексей празднует. Торчик мы уже съели. Подъели, скажем так. Все. Пока. Пока. Пока.